У меня в руках шведское изобретение, которое позволяет измерять важные характеристики лыжной техники. И также пульс, частоту толчков. Это называется, раньше называлось ВММО, сейчас они поменяли, называется Рейс Фокс. Но у меня пока что старая упаковка. Это официальный тренер для вазолопит, принятый. То есть официальный знак, очень серьезно. Давайте распакуем. Значит, в комплект достаточно простой. Здесь имеется кабелек, инструкция, сам датчик и ремень. Ремень стандартный Polar. По размерам подойдет и Garmin, и Polar. Я пробовал. Даже вот если подсчитать, как написано, вот эти заклепки, они такие же, как у Polar, один в один. Клипсы стандартные, измеряются в широком диапазоне. Проблем никаких нет на разных, на людей разной комплекции. Давайте снимем пока и разберемся, что дальше. Инструкция на шведском языке. В принципе, она ничем нам не поможет. Все самое важное есть в приложении, которое можно скачать для андроидов и для айфонов. Датчик имеет встроенный аккумулятор, который заряжается. В нем есть вход microUSB, но он немножко хитрый, поэтому приложен кабель с очень длинным носиком microUSB. Если мы попытаемся вставить обычный microUSB кабель, то его длины не будет хватать. А тут как раз вот впритык он влезает. Но заряжать очень часто не надо. Примерно хватает заряда небольшого аккумулятора на 40 часов тренировок. Но если мы не будем забывать его выключать, то есть есть кнопка включения. Загорает синий цвет и моргает раз в несколько секунд. Он включен. В таком положении он может, если он не сопряжен с телефоном, то где-то хватает на 3 недели. Можно 3 недели не выключать в принципе. Но все равно заряд тратится. Поэтому когда тренировка закончилась, мы нажали на кнопочку и он выключился. Когда на следующую тренировку пошли, вы включили. Вам не обязательно. Это протокол передачи данных через Bluetooth. Поэтому нет смысла. Можно его использовать не только с приложением RaceFox. Но и так же как с AstraVa, Endomondo. Можно использовать и получать на свой смартфон пульс. Все значения записывать без каких-либо проблем. То есть это универсальный датчик, который в принципе недорого стоит. И можно использовать не только для лыж, но и для любой другой активности. Для того, чтобы использовать датчик, мы его в первую очередь включаем. Чтобы моргала синяя лампочка. Включаем Bluetooth. В принципе GPS поможет нам для тренировок. Включаем программу, которая может... Скачанную программу RaceFox. Вот она появилась. Мы зарегистрировались своим именем. Теперь нам надо подсоединить... То есть нам ни в коем случае не надо... Датчик соединять с смартфоном посредством сопряжения в настройках. То есть мы видим здесь доступное устройство Hard Rate Sensor. Но мы его не должны сопрягать. Если мы его сопряжем, то программа не сможет с ним соединиться. Поэтому мы не сопрягаем его. Заходим в программу. И тут уже в mySmartBell pair newSmartBell. Он начинает искать датчики RaceFox. RaceBemingMove. И найдя один из них, предлагает shake your smart bell to pair. То есть предлагает его встряхнуть. Мы начинаем его трясти. О, all done. Для чего нужен датчик акселерометр. Все, теперь у нас подключен. И первым делом мы должны сделать... Exercise Technic Test. То есть мы можем сделать тест для дабл-пулинга. И также для попеременной классики. Для попеременной классики нам найти пологий подъем примерно на одну минуту. И постараться проехать в него с гоночной скоростью. Нажмем старт и через определенное время он начнется. Но сегодня мы этого делать не будем. Также тест для дабл-пулинга используется равнинная трасса. Желательно вообще без подъемов. Ее будет ехать 8 минут. В марафонской скорости, может быть, чуть выше, ближе к гоночной. Также мы едем, проезжаем и получаем данные. Свои среднестатистические. Это такой тест получается. И по которому программа оценивает ваш уровень тренированности. И предлагает уже, соответственно, развивать слабые изменения вашей формы. То есть, это возможно. Если это дабл-пулинг, то, скорее всего, вам надо будет тренировать атаку. Измеряя, к примеру, если мы насчитали на тесте, что у нас атака была 11, то стоит попробовать в течение 8 минут. Но стоит попробовать 11,5-12 в течение 1 минуты. И сделать таких несколько интервалов. Интервальное время минута, между ними 2 минуты отдыха. Или, к примеру, 3 минуты отдыха и количество интервалов. Нажимаем старт. И пошло. Мы примерно начинаем ехать. Измеряется пульс. Но атака не пишется. То есть, он очень специфичный. Вот. Только вот сейчас одна из попыток. 5, да? То есть, он очень четко чувствует движение тела. И может сказать, в принципе, понятно, что 3 это очень мало. То есть, это не похоже даже на движение тела. Набираются эти данные. И вот, слышите, когда атака меньше 11,5. То происходит такой не очень приятный гул. А если же атака правильная, то получается писк. Трек стопит. И примерно вот такие данные по затренировку. Частота, мощность пресса, атака и последовательность. Насколько последовательны наши толчки. И примерно по графику можно понять, что атака у нас хорошая, сила плохая, а частота достаточно хорошая. И если мы хорошо сделали тренировку, нам предложат увеличить значение атаки. Если значение атаки очень низкое, то он скажет, ты перебираешь, попробуй поменьше. Также есть приложение, которое тебя будет тренировать достаточно серьезно. То есть, разрешение вазолопит. Если мы нажмем, оно дает нам возможность, к примеру, какое место мы хотим занять на вазолопит. Вот, к примеру, от 16 тысяч, ну просто доехать, до попробовать его, ну не выиграть, но по крайней мере в 200 попасть, да. То есть, и значит попасть, проехать вазолопит за 4,5 часа 90 километров. Либо вот там за 10 часов, да, попасть в 10 тысяч. И она подсказывает, сколько примерно часов в неделю надо тренироваться, сколько раз и сколько проехать километров надо для конечной цели. И если вот мы возьмем в топ-300 попасть, надо тренироваться от 7 до 9 часов 6-8 раз в неделю и проехать где-то тысячу километров.